Есть еще очень интересный момент. Когда проходят дожди, и ясно, что дожди выпадают неравномерно. Где-то считаем, что вот в селе выпало, и вся округа у нас залита водой. На самом деле это не так. Пришлось просто сделать самодельные осадкомеры. Вон есть у нас образец, можно показать. Установлено на каждом поле, и как показывает практика и опыт, что даже на одном поле выпадает разное количество осадков. Важно их фиксировать правильно. Да, важно их правильно фиксировать и пользоваться этими данными. Вот такой вот осадкомеры. Взято. Колба взята от полиэтиленовый прозрачный шланг. Остаток от 7 проводов. Установили стаканчик соответствующего размера всем прибором. Откалиброванным? Откалиброванным, да. Да, расписано. Да, расписано количество осадков. Прибором для выжигателя отмечено. И вот сегодняшнее выпадение осадков за сегодняшнюю ночь 12 мм. Пока отмечает. Поставить дорогостоящий прибор в поле. Там охотники расстреляют или какие-то негодяи повредят. А это копеечный вариант. И потом вылил? Да. Вылил, готов прибор к работе. Если его там расстреляли охотники или негодяя уничтожили, не трудно сделать другой. А это просто обойма, в которой он держится? Да. Обычная палка. Обычный колыш. Сверху и снизу опора. Опора, чтобы ветром не колебало его. Но есть вредители, которые нарушают силы вот этой установки. Это дровы. Выпадает дождик, они видят, что тут влага, начинают пить, сваливают. Да, я видел несколько раз.